Как я научила щенка молиться, вы также можете уже взять заранее фотоаппарат. Что это? За нас фото. Фото? Встань лапками сюда. Фото, Софи. Так вот, конкурс. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной мои собачки, а также много других животных. И несмотря на то, что происходит на моем канале Ани Мэджик, я все равно продолжаю заниматься со своими собаками. И сегодня этим роликом я хочу ответить на вопрос, наверное, самый популярный среди моих подписчиков. Аня, как ты делаешь так, что собака сидит и смотрит прямо в камеру? И да, действительно, речь, наверное, идет о канале моих собачек, об их видеоблоге. Да, у них есть свой видеоблог, где они очень часто сидят и смотрят прямо в камеру с поднятыми ушами и могут делать это достаточно долго. И сегодня я не просто расскажу на словах, а реально покажу этот момент дрессировки, как сделать из нее фотомодель. Ведь многим эта информация может пригодиться, особенно тем, кто любит фотографировать своих собак или снимать на видео. А также я объявлю новый конкурс розыгрыш на нашем канале. Так что, если ты тут впервые, скорее подписывайся на канал, а мы начинаем. Юмичу я научилась делать это, наверное, недавно, не тогда, когда она была совсем-совсем маленьким щеночком, но уже научила, потому что ей все-таки чуть больше, чем полгодика, и она уже должна уметь. У нее должна быть уже выдержка, она должна уже слушаться. Софии этому я научила тоже с самого детства, потому что все-таки она начала свой вести канал уже очень давно, где-то три года назад. С боевизливыми собаками все немного сложнее. Например, Эйвен, он с самого начала боялся камеры. Точнее, он боялся не самой камеры, а у него немножко такой характер трусливый. Он прижимал уши, и иногда и сейчас он это делает. С Мишей у нас все гораздо сложнее, потому что она попала к нам в возрасте больше двух лет. Ее хозяева хотели усыпить, и явно ее ничему не научили, она многого не знала вообще. Сейчас мне приходится всему заново ее как щеночка учить. И она очень боязливая, всего боится, вплоть до резких движений рук, и поэтому научить ее этому стоило мне больших трудов. Конечно, для начала вам понадобится какое-нибудь лакомство, что-нибудь вкусненькое для собаки. Я использую, например, как лакомство сейчас наш же корм обычный, который мы едим, который едят собачки. Это корм платинум, и я про него снимала видео, рассказывала свое личное мнение о нем, потому что мои собаки до этого были на натуральном питании. Он им очень нравится, поэтому я могу использовать его как вкусняшку. И, конечно же, желательно, чтобы собака знала какие-то основные команды. У меня, например, есть видео, как я научила щенка молиться. И там я рассказывала, как я научила ее мячу сидеть, лежать, приносить мячик. Вы можете воспользоваться этим роликом. Или, если ваша собака уже умеет хотя бы просто сидеть, то вы можете начинать тренировать выдержку для того, чтобы научить ее красиво фотографироваться. Ваша задача сейчас тренировать выдержку, чтобы собака сидела на месте и не дергалась, пока вы ей не разрешите. Если собака делает это очень короткий промежуток времени, пусть это хотя бы 5 секунд, вы уже должны ее успеть похвалить. Молодец! И желательно увеличивать это время, то есть уже подольше не давать вкусняшку и пытаться обратить ее внимание на вкусняшку, чтобы она сидела и ждала. Она в конце концов поймет, что ей дают это лакомство за то, что она сидит и ждет. Сидеть. То есть вот собаки сидят достаточно долго. Если хотя бы столько они способны у вас просидеть, пусть сидят. Мои собаки будут сидеть бесконечно, поэтому я не буду их долго терзать и дам им лакомство. А вы должны вытянуть время. Дальше наша задача в том заключается, чтобы научить собаку сидеть красиво. Как вы видите, например, Юми прижимает уши очень часто. Это у чихуашек распространенная вещь. Они тем самым демонстрируют, а мой хозяин, я тебя люблю. И ваша собака, возможно, другой породы точно так же делает. Поэтому наша сейчас цель, чтобы собака сидела красиво, с поднятыми ушами, ровненько, чтобы мы могли ее сфотографировать. Вы также можете уже взять заранее фотоаппарат и приучать собаку к этой технике, чтобы она ее не пугалась, не боялась, как в начале делала его. И теперь, когда вы заставляете собаку ждать, наводите на нее камеру и просто, чтобы она ждала. А теперь мы научим ее сидеть красиво в этом кадре. Вот, например, я вижу, что Юми прижимает уши, а я хочу, чтобы она была красивая. Можно взять какой-нибудь необычный предмет, который может заинтересовать собаку и обратить ее внимание. То есть вот, Юми подняла уши от вот этого звука, и ей надо в этот момент дать лакомство. То есть мы даем лакомство собаке, ребята, тогда, когда она делает то, что нам нужно. Если она делает не это, то мы не хвалим ее. Что это? У-у-у, молодец. И теперь этому состоянию сидеть красиво и смотреть на меня с поднятыми ушами надо надать название. Название этой команде. Я, например, назвала эту команду фото. Фото. Молодец. Каждый раз, когда собака способна высидеть какое-то время и посмотреть, смотря в камеру и подняв уши, вы говорите фото и даете лакомство тогда, когда она сидит так, как вам нужно. Фото. Молодец. Молодцы. Молодцы. За нас. Молодец. Если собака уже хорошо, отлично знает эту команду, вы ее уже всему научили тому, как надо себя вести, вы уже можете менять расстояние, то есть отходить от нее подальше и пытаться это повторить, а также делать это в разных местах. Так, сидеть, Афиш. Фото. Так как Юми еще никогда не фотографировалась на стуле, она сидит вот так вот испуганно, с таким вот не очень симпатичным выражением лица. И мы сейчас прямо в видео будем учить ее реагировать на команду фото в любых условиях. Я показываю ей лакомство. Смотри, Юми, что вкусняшка. Я привлекаю ее внимание и говорю слово. Фото, Юми. Молодец. Фото. Молодец. Фишка всей этой дрессировки в том, что собака понимает, в какой момент ей дают лакомство. Она запоминает этот момент и в следующий раз старается его выполнить, чтобы снова получить вкусняшку. Фото. Молодец. Буквально за несколько минут мы уже видим результат. Молодец, фото. Фото, молодец, фото. Теперь я буду увеличивать количество ожидания, времени. Молодец, фото. Какие же у тебя огромные уши, Юмичу. Ну, а дальше вы уже сможете варьировать. Софи, встань лапками сюда. Стой вот так. Фото, Софи. Ай, молодец. Конечно же, это не отменяет возможности просто случайных красивых кадров с вашими собачками. Не обязательно их этому учить. Вы, наверное, не могли не заметить у меня новые лежаночки в комнате для собак. И это связано с сегодняшним нашим розыгрышем. Это ребята под названием Рэйчел Воу. Они делают эти лежанки. И они, даже это не реклама, они реально мои друзья. И я показывала их лежанки, которые я заказывала для Софии Эвена, когда еще не было Миши и Юми, еще в, не помню, когда зимой. Если вы смотрите мой канал хотя бы с того времени. И теперь они делают не только лежанки, но и еще всякие крутые штуки. Например, я заказала себе сейчас у них вот такую вот сумочку для того, чтобы гулять с собачками. И эта сумка здесь вот можно хранить свои какие-то вещи. А здесь, например, лакомства или туалетики, мешочки для всяких разных вещей, которые делают наши собачки на улице. Лежаночки Софии Эвена, которые я заказала у них тогда и даже делала обзор. Сейчас просто подушечки из вот этих вот чехлов в стирке. К ним я получила еще две лежанки для Миши и Юми. И вот такие вот игрушечки нам прислали. Вот такая вот рыбка, косточка к этим лежаночкам. Вообще сама по себе лежанка тоже очень классная. Очень прикольная ткань, мне нравятся расцветки. Они, конечно же, у них на сайте там разные расцветки есть. Можете выбрать свою. Мне нравится форма, мне нравится, что они такие плотненькие. В лежанках наполнитель был без чехлов, то есть их было тяжелее стирать. И вот мне прислали специально чехлы для наполнителя. А вот в этих новых лежанках уже наполнитель в чехлах. Когда мы достаем подушку из лежанки, мы видим, что здесь вот замочек. Я его расстегнула и внутри наполнитель вот такой вот как бы подушечки. Чтобы постирать лежанку, достаточно просто достать вот эту вот подушечку, которая создает форму. И все, и можно стирать. В общем, очень классные лежанки. И я даже не рекламирую их, а просто советую, потому что эти ребята мне уже друзья. Кстати, у нас две рыбки, оказывается, игрушки. Я получила от ребят вот такие вот прикольные полотенца для лапок, для собачек. Именные, прямо с именами Миша. Для Миши вот такое вот желтенькое. Для Эйвана голубенькая и для девчонок тоже. Полотенчики, кстати, такие прям очень мягенькие, приятненькие. Я думаю, собачкам понравится. А еще вот такой вот у нас теперь есть крутяцкий, классный вообще автогамак. Он ярко-розового цвета. Я просто не хочу прям сейчас его раскладывать. Я покажу вам его в другом видео, когда мы куда-нибудь поедем. Заодно его покажу и расскажу про него. Он тоже от Рэйчел Воу. Это тоже делают ребята. Они очень классные вещи делают. Так вот, конкурс. Первое место. Победитель получит лежанку от Рэйчел Воу. Под своего питомца, конечно же, не обязательно такую же. А тех расцветок, которые у них есть. А у них их много. Под кошечку или собачку размер, который вам нужен. Второе место. Победитель получит вот такую вот прикольную сумочку. Вы ее уже видели, я вам ее показывала. Можно использовать, кстати, не обязательно только для того, чтобы гулять с собачками. Можно самому ходить с такой сумочкой, даже если нет питомца. Цвета там тоже есть разные. И третье место. Это игрушечка-косточка. Вот такая вот прикольная для вашего питомца. Условия конкурса, ребята, как всегда, мега простые. Конечно же, быть подписчиком нашего канала. Подписаться на нашу группу ВКонтакте, если еще не подписаны. Или если вы делаете репост в Инстаграме о конкурсе, то подписаться на наш Инстаграм. А также подписаться на Грейчел Воу, ребят, которые делают все эти крутые штучки для питомцев. И сделать репост записи о конкурсе либо в Инстаграме с хэштегом Magic Pets, либо в ВКонтакте репост записи о конкурсе. И обязательно его в таком случае закрепить себе на стене, чтобы я могла его найти на вашей странице. Через 10 дней я выберу трех абсолютно случайных победителей. Я сама лично с ними свяжусь, и они получат свои подарки. Ссылочки я оставила внизу. Желаю вам удачи и скоро увидимся. Пока!